Мы сегодня с вами присутствуем при историческом моменте. Именно так замминистра финансов края Ирина Маркасьян назвала принятие поправок в главный финансовый документ региона на этот год. Впервые в истории доходы бюджета перевалили за 100 миллиардов рублей. В казну пришли 3,5 миллиарда. Это собственные доходы, налоги, акцизы, а также федеральные субсидии. За счет этого увеличилась и расходная часть. Те уточнения, которые сегодня мы внесли в бюджет, они касаются абсолютно всех отраслей. Очень важно, что это касается в первую очередь заработной платы. Мы приводим в соответствие с прожиточными минимумами. Очень важно, что это касается тех задач, которые уже в своем послании и в майском указе 204 президент обозначил перед всеми органами власти. Большая часть средств пошла на поддержку семьи, материнства и детства. Так, в крае появятся 4 новых детских сада, 2 в Ставрополе, в Есентуках и Михайловске. 237 миллионов рублей – это оборудование для детских медучреждений. Дополнительное финансирование выделили на пособие на третьего ребенка. На 12% выросло обеспечение сферы медицины, а это ремонт фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий. Сейчас мы стоим на этапе формирования новых национальных проектов, которые будут реализованы на территории Российской Федерации в рамках реализации 204 указа. По инициативе губернатора и правительства края сегодня уже формируются основные заделы для того, чтобы Старопольский край имел соответствующее место. Прежде всего изготавливается проектно-сметная документация. Речь идет о строительстве нового онкоцентра и культурно-образовательного центра. Более того, 109 миллионов рублей удастся сэкономить на обслуживании госдолга. Еще один законопроект, который приняли депутаты, касается предоставления жилья по договорам социального найма. Сегодня оно выделяется по нормативу 18 квадратов на человека. При этом многодетные семьи, где по 8-10 человек, получить положенные квартиры не могут. Их просто нет. Как решение проблемы, парламентарии предложили предоставлять жилье меньшего метража, но оставлять нуждающихся в очереди. Жизнь показала, что мы не можем находиться в тех рамках, которые определены законом. Иной раз нам не позволяет площади уже существующих строений, существующих квартир помочь людям реализовать свои проблемы, реализовать сертификаты. Не только принимали, но и отменяли. Так теперь в крае не работает закон о зонах муниципального развития. По мнению депутатов, он не оправдал себя. В правительство и Думу края не поступило ни одной заявки от территории. Между тем, это 23-е заседание регионального парламента стало последним в весенне-летней сессии. За полгода работы депутаты приняли 57 законов. На 18 больше, чем планировали. В следующей сессии ослабевать работы не планируют. Кира Рогожина, Николай Попов, Ставропольское телевидение.